В Излучинске открылась Доброшкола. Проект с таким названием воплощает в жизнь школы-интернат. Кроме привычных задач, перед педагогами стоит еще одна – подготовить к будущему трудоустройству воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Программа, добавлю, реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Сюжет Жанна Кузьминой. Обучиться машиной вышивки или вязанию для учениц из Лучинской школы-интерната теперь не проблема. Кабинет технологии оснастили современным оборудованием. Компактные швейные машины с электронным управлением доступны даже новичкам. И это не единственное изменение, которое произошло здесь за время каникул. Кабинеты преобразились. Их отремонтировали, выделив рабочие учебные зоны, и обставили современной мебелью. Я пришел в 10-й раз, чтобы получить профессию. Я научил, кратить, жить. Это профессия. Мне пригодится в жизни. С сентября из Лучинской школы-интернат работает под новым названием «Доброшкола». Этот формат предполагает дальнейшее устройство детей с ограничениями в здоровье. Воспитанники освоят АЗИ одну из двух профессий – швейное дело или комплексное обслуживание зданий. В Югре по статистике эти специальности считаются одними из самых востребованных. Те специальности, по которым могут работать или трудоустраиваться дети иной категории, то наши дети не по всем специальностям могут устроиться. Вот швея и рабочие по комплексному обслуживанию зданий – это, получается, те две специальности, которые и востребованы рынком труда Хантамасийского округа, и дети, глухие дети, имеют допуск для работы в этих профессиях. Дети не только получают образование, не только получают коррекционную, педагогическую, психологическую помощь, но и дети получат путевку в жизнь. Преобразилась и школьная мастерская. Какого только оборудования здесь нет, мальчишки уже предвкушают, насколько интересными будут уроки технологии. А педагог продолжает доставать и знакомить их с новыми комплектами инструментов. За два года, оставшихся до выпуска, старшеклассники изучат и опробуют на практике каждый из них. Хорошо, что в нашей школе я могу научиться ремонтом в доме. Обучать в новом формате будут только слабослышащих и глухих детей. Но в Доброшколе есть еще слабовидящие воспитанники и ребята с тяжелым поражением речи. И они также нуждаются в дальнейшем устройстве. Профессии швеи и рабочего по комплексному обслуживанию зданий им не подходят в силу специфики заболеваний. Детям с такими диагнозами педагоги предложат освоить другие специальности. Но только после консультации с врачами. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югория, поселок Излучинск, Нижневартовский район.